Всем здравствуйте, друзья! Сегодня играем в недавно вышедший хоррор под названием Graveyard Shift или Смена на кладбище. Поехали! Поехали! В тишине ночи демоны захватывают наши мысли и безумие возводит флаг в наших сердцах. А дальше я не успела прочитать. Игра без русского языка, но когда-то нас останавливала, правильно? Dark Phobia Games. Атмосферка, скажи вообще. Ну я не могла пройти мимо такой тематики, конечно. Декабрь 1995-го. Кладбище шепчущие ветра. Атмосферка, смотри какая. Просто красота. Тачка с крестом черным, это вообще просто. Биг. Тачка Биг. Ладно, пошли к мужику сначала. Кладбище шепчущие ветра. Было основано в 1907. Я очень рад видеть тебя. И я уверен, что мы наняли хорошего охранника. Это меня. Я знаю, что в течение первых нескольких ночей ты будешь чувствовать себя некомфортно в этом месте. И, возможно, ты даже будешь напуган. Но вскоре это пройдет. Это кладбище. Это очень спокойное место ночью. И ты найдешь некоторое удовлетворение в спокойствии и тишине этого места. Но, конечно, тебе нужно быть очень внимательным и следить за тем, чтобы никто сюда не входил. Ты же знаешь, что много известных людей было похоронено здесь. Сходи к Джонни, он тебе расскажет все детали. Мужик чисто пафосный, я считаю, пафосный. Иди, сходи к Джонни. А если я не хочу к Джонни? Ну, как тут нормально все? Настройки все стоят высокие. Ну, максимальные, которые здесь возможны. Атмосферка вообще, конечно. Красота. О-о-о! Это карта? Так, Чоч, Фьюз. Зачем мне Фьюз? Security Room. Dissection Hall. Ну, типа это, это. Ну, типа это, секционная. Dissection Hall. А Джонни, где обитает наш товарищ Джонни? Помещение какое-то. Мне-то карта ни о чем не говорит, хотя она очень маленькая. Атмосферка, классота, красота. А можно зайти вот сюда? Ну, сейчас нас, наверное, будет вводить в курс дела. Да, мужик? Где Джонни? Непонятно. Джонни! Меня не пускают никуда. Значит, я иду неправильно. А, вон мужик какой-то стоит. Джонни, ты это или нет? А, ты должен быть новой охранник кладбища. Ты должен знать то, что охранять это место непросто. Кладбище оборудовано камерами, которые следят за местами захоронения наиболее известных людей. Ты должен постоянно, регулярно чекать камеры и никого не пускать. Сегодня на кладбище есть три гостя. Мы, значит, хороним эти тела. А завтра у них будут похороны. И ты должен быть очень тут внимательно, и ты должен быть здесь очень внимательным, и все такое. Есть что-то очень важное, то, что священник мне сказал не говорить тебе, но я все-таки расскажу. Предыдущей ночью охранник кладбища умер от сердечного приступа, и мы нашли его тело около двери церкви, с чем-то там, в какой-то непонятной позе, и ужасающей какой-то эмоцией на его лице. Я не хочу тебя пугать, но будет лучше, если ты это будешь знать и будешь больше обеспокоен об этой ситуации. Если какие-то есть вопросы, то свяжись со мной. И помни, что камеры нужно проверять регулярно. А, пока-пока. То есть, вчера предыдущий сменщик мой помер, получается. Что? Кто сказал это? Проверять камеры. Так, ну пошли тогда обратно на то место проверять камеры. Только я не пойму, сейчас вечер или как? Но явно не ночь. Мужик куда-то делся? Этот высокий мужчина в могиле? Я должен спросить у него, куда идти. Высокий мужчина в могиле? Что? А-а-а. Около могилы, что ли? Вот этот? Точно. Простите, сэр. Я должен не попросить вас покинуть это место. Кладбище закрыто. С пяти вечера. И я буду закрывать ворота. А, это был посетитель. Понятно, он имел в виду, что высокий мужчина посетителя. Я должна его выгнать. Пошел отсюда. Нифига, он странный какой. То есть, я убеждаюсь, что он ушел. А, я говорю, что нужно закрыть ворота. Давай, текай. Текай, ворота закрою. Давай, ворота закрывать. Он выглядит нервным. Может быть, он расстроился из-за того, что я ему это сказал. Говорит главный герой. Ничего, нормально все. Так, высокого мужчину мы прогнали. Пошли обратно на то место, где у нас стоит монитор. Ну, хотя пока не ночь. Ой, что такое? Кто-то асфальт погрыз. Так, супчик. Супчик можно приготовить. Значит, горелочка есть. Кровать. Что-то не совсем первой чистоты, как сказать. Телефон позвонить. Так. Ага. Ага, на кнопку мыши переключаются разные камеры. Вот это работа. А, это внутри церкви что происходит? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? А, трубу что ли прорвало? О, это что за вид? Так, вот этот диссекшн холл, походу. Это оно. Три гроба у нас подготовлено. У нас три тела. Объектив апдейт. Ага, мне нужно экзамен the water pipe. Мне нужно найти трубу, которую прорвало. И что-то с ней сделать. А где-то было, не знаешь? Тихо, тихо, тихо. Труба. Так, слушай. Ты когда-нибудь слышал крики демона? Нет, наверное. Труба, трубу я нашла, она идет где-то здесь. Сейчас идем на звук. Ага, вот. Мне нужно закрыть, перекрыть подачу воды. Да, перекроем подачу воды. Наверное, это там в начале, где видели этот красный вентиль. Скажи, что это оно. Вот и камера. Все, перекрыла? Проверь CCTV. Подожди. Разве здесь было это? В смысле, я же могла пройти. Я что-то... Я не могу поверить своим глазам. Не поняла это, что было. Ну, кладбище, по сути, не такое большое. Ага. Нормально, все, никого нет. Блин, надеюсь, меня не уволят. Так, церковь. Еще один вид. Это где трубы? Это самый вход. Кстати, вот это здание, которое около входа, со стеклянной дверью, непонятно, что там. Это вообще главные ворота. Вот это не знаю где. Тело упало, тело упало. Нужно в диссекшн холл проверить. Диссекшн холл. Так. Чочь. Фьюз. Потом этот склад. Короче, я так и не поняла, где это. Ничего не могу понять. Ну, это очень маленькая карта. Сейчас разберемся. Не то, что тело упало, прикольно сделали. Так, церковь, наверное, там. А хотя, погоди, это рядом с церковью? Церковь и... Ну, если это церковь... Блин. А вот это, может быть, оно? Я первый день работаю, пока не разбираюсь. Слушай, а может быть, это как раз... Здание, которое со стеклянной дверью, или что? А я опять здесь. Может, это где-то здесь я вышла к главному выходу? А, погоди-ка, смотри, еще тут что-то есть. То есть, где могилы? Здесь такое, как бы... Дорожки такие... Запутанные. И потом идет прямая дорога на выход. Может, это вот это? Что за такое бетонное здание? Что-то оно не открывается. Может, вот это? Да, реально. Блин, красиво сделали вообще. Дверь закрыта. Открыта. Тут же открыта. Что? Ставь он ли? Ага. Так, товарищ, это что упал-то? Давай поднимайся. Ты что валяешься-то? Завтра похороны. Ты придумал. Так, вернись в секьюрити-рум. Еще он упал. Ага. Ага. Прикольно. А интересно, отдавай, пока мы отсюда не ушли. Алло. Мне кто-то звонит. Вот что такое? Это череп, типа, настоящий или фейк? Его тут не было. Блин, надо сейчас бы запомнить, как идти до своей конторы вот этой. Да, идем на звук телефона. То есть здесь такие, как бы, дорожки в форме дуги. А на выходе там прямые только дорожки. Алло. Да, я здесь. Какой-то чувак стоит напротив главных ворот. Я не должен ему говорить, чтобы он ушел. Какой чувак стоит? Не успел дочитать. А, вот сюда нас не пускают еще. Чел у главных ворот? Ты что такое? Понятно, кажется, почему предыдущий охранник умер из сердечного приступа. Он, наверное, Челикова в ворот увидел. А, можно щеколду закрыть. А, выйти как? Ну, тогда давай поспим. А. Я видел письмо. Я видел очень пугающую... Нан, это няня. Очень пугающую няню. На какой-то стороне кладбища, которая стояла около могилы. Она очень сильно плакала. Я недавно нашел решение. Как сделать ее голос более приемлемым, что ли, для тебя? Просто повторяй Иисус Христос 20 раз. Мы не знаем, что это за няня. Но я полагаю, что это не человек. Прикол. Ну, подожди. Мне он сказал, что ты можешь не прогонять того мужика у главных ворот. Давай еще раз на ворота глянь. Ну, по-моему, до сих пор там стоит. Да, он просто встал и стоит. Ну, погоди-ка, а я выйти не могу из своей комодки. Пацанами все в порядке. Ну, я прям вообще не могу выйти. Записку я прочитала. Радио я послушала. Телефон мне пошипел, позвонил. А, нету, тейка, нэп. Что такое нэп? Не знаю почему, но главный герой пошел спать. Нафига он лег спать? Что у тебя глюки интересные? Это сон такой? Может, мне нужно что-то найти? Вот там какой-то свет. There's something... Вот тут она называется первая рабочая смена. Что? Кто это все развалил? Кто плитку уронил? Здесь вообще горелка включена. Что за фигня? Так, давай посмотрим. Сейчас у нас 100% настала ночь. Интересно, мужик с главных ворот ушел? Что такое? Да, мужик ушел, но походу надо машину проверить. Хорошо. Значит, возьми флешлайт фонарик и найди способ для того, чтобы выключить этот... Выключить сигналку у машины. Так, сигналку у машины. Мне нужно выйти к главным воротам. Как тут красиво вообще. И такой город на фоне. Так, главные ворота, блин, это где-то посередине надо где-то выходить. Так, слышу звук. Ну-ка. Нет. Да. Нужно взять в инструмент в складе, на складе. А, бетонное здание. Так это склад оказался? У него тоже щеколда есть. Зачем? Вот это? Вот это? Кроу-бар. Вообще не могу взять. Хотя, наверное, ломик это не лучший способ отключить сигналку у машины. А вот это? Так, предмет добавлен в инвентарь. Я не поняла, что я взяла, если честно. Мне нужно откусить этот сигналку. Видимо, откусить сигналку хочет. Ну, типа, провода перекусить. Давай. Давай откусывать сигналку. Все. Я думаю, хозяин этой тачки будет доволен. Возвращаться к секьюрити-руму. Хорошо. Еще бы... Что вы сказали? Повторите. Плохо понятно было. Найди фьюз. Выше была предохранитель. Найди фьюз. На карте мне прям отмечен фьюз. И это какой-то конец карты. Секьюрити-рум. И в другую сторону фьюз. Я не знаю, как долго я буду это искать. А если с главного выхода смотреть? Главный выход. Потом прямо, прямо, прямо. И направо в фьюз. Типа, как-то так? Может, сюда? О, прикинь, реально. Все, подключилось? Стараемся сделать вид, что все нормально. Это обычное ночь на кладбище. Ничего такого. Все, работаем дальше. Работаем. Здесь нифига. В церкви все окей. В машине сигналку откусили. На главном выходе чувака в очках нет. Ой. Пацаны, вы что упали-то опять? Нужно посмотреть на изменения, которые... Как тела могли подняться? Говорит наш главный герой. Я тоже вот спрашиваю этот вопрос. Так, смотри, я примерно запомнила главный выход. Примерно запомнила. Как тела могли подняться? Они что, поднялись? А, они ушли? Файнд вей аут. Найди путь для того, чтобы выбраться. Офигеть, они реально ушли. Ключ должен быть где-то здесь. А, во. Это точно ключ, сто процентов. Ключ отсюда или откуда? Мы не будем похоронены здесь. Это трупики нам написали? А что вы будете? Почему вы не хотите-то, пацаны? Ага, добавила себе топор в инвентарь. Только я не понимаю, где тут инвентарь, конечно. Но если что, топор у меня есть. Найди выход. А, дверь-то за... Смотри, смотри, смотри. Дверь-то заела, а мне выйти в какую дверь-то получается? Ключ от чего? Ключ? Ну, у нас есть только встав-он для комната, и все. Она вообще не реагирует. А-а-а-а! Фу, блин! Офигело что-то. Я в упор не понимаю, ключ от чего. Погоди-ка, так у нас и последний пацан встал. Третий. У нас же вроде только два очухались. Может, сюда надо посмотреть? Или ключ от шкафчика? Хотя бред. Задание Find the Way Out. Найди способ выбраться. Find the Way Out. Погоди-ка, а если мы взяли топорик? Может, через окно вылезти надо? Или что? В чем суть-то задания? Слушай, серьезно. Чего ж-то я раньше-то не догадалась? Погоди-ка. Офигеть. Короче, три челика, которые должны были завтра быть захоронены здесь, просто встали и все. Ну, встали и ушли. Так бывает, когда работаешь на кладбище. Позвони Джонни по телефону. Джонни нам сказал, если что-то не так, то сразу звони. А как выйти? Что-то не так, сразу звони. Ну, сейчас позвоню. Пусть приезжает, разбирается, я не знаю. Там вроде никого. Так я не поняла, какую профессию этот Джонни занимает здесь. Вот так, кто сделал? Бомжи, что ли? Меня точно уволят, сто процентов тебе говорю. Здрасте. А вы что тут делаете? Звоню Джонни, если чё. Здравствуйте, Джонни. Здравствуйте, Джонни. Здесь проблема? Что случилось? Я только что понял, что тела на месте нет. Что я должен сделать? Джонни? Я не слышу меня. Вы слышите меня? О, боже. А, Джейзис. Давай, дверь закроем. То есть здесь явно что-то с телефоном. Смотри, 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 смотри. Смотри, 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 смотри. Это тут орудует какой-то культ. Ноу-сигнал. Ноу-сигнал, видимо, с той камеры, где тела. Кто-то копает могилу на кладбище. Давай-ка это проверим. Хорошая идея, не правда ли? Так, где у нас был костер? Там челик что-то копает. Это вот здесь. Челик что-то раскопал. Он раскопал эту могилу? Че? Посмотри, что наделал дьявол. Что-то не так с этим кладбищем. Мне нужно его покинуть как можно быстрее. Чтобы я сам не помер. А что, в церковь не пустят? Давай попробуем пробраться к главному выходу. Посмотрим, что там нам скажут. Только не, я запуталась, походу. Ну, задание выйти из кладбища через ворота. А как же вот это место? Как же церковь? Так, выйти из кладбища через ворота. Я тут охранник или в каком-то клубе с призраками. Я не буду здесь оставаться ни секунды. Правильно? Черт, кто-то сменил замок. Верни секьюрити рум. Это клуб призраков вот этот? Ну да, после такого реально кукушкой поедешь. Чувак думал, приду, буду чилить, доширак есть. Смотреть кинчик какой-нибудь. А тут приходят мужики, разводят костры, копают могилы. Тела, которые нужно было хоронить, они вообще встали и ушли, понимаешь? Ну и все, они просто встали и ушли. Ну понимай, как хочешь. Ну да не вписывайся в твое представление, какая разница. Телам-то пофигу. Они просто взяли и ушли. Просто ушли и все. Домой. Написали на стене, мы не будем похоронены здесь. Сиди, сиди, до свидания. Думай, че хочешь, а мы просто не хотим. Все? А ты как охранник сиди и думай, что тебе с этим делать. Хорошо, давай работать. Сколько платят за эту работу, интересно? А то говорят, прошлый охранник помер. Так, костер. Опа. В церкви у нас стоит в белом женщина, если я не ошибаюсь. Ноу сигнал. И вот эту женщину мы видели, когда у нас была чертовщина вот там. Когда три тела встали. Она стояла на улице. Все, меня пускают в церковь. Здравствуйте. Ааа! Спокойно, спокойно. Мы те люди, которые похоронены на этом кладбище. У нас есть для тебя сообщение. Годы подряд демон, который был похоронен здесь, терзал наши души. Теперь ты должен уничтожить демона, изгнать его из этого кладбища и спасти нас от мучений. В другом случае... В другом случае мучительная смерть ждет тебя. Но это не входило в мою работу. Пацаны, не входило в мою работу. То есть, получается, типа демон их тут мучит, прессует и все прочее. Давай щеколду тут откроем. И мы должны его изгнать, чтобы пацанчикам на этом кладбище хорошо жилось. А сколько платят за все ритуалы экзорцизма и все прочее? Хотя... Не, ну можно безвозмездно помочь пацанам, правильно? А что такое? Разве была дорожка? Около склада была дорожка или нет? Что такое? Задание следовать за следами. У меня даже инструмент, чтобы сломать замок. Ты про ломик? У меня атмосфера атмосферная, конечно. Ничего не скажешь. Кроу-бар добавлен в адвентарь. Кроу-бар это ломик или квазадер? А что там за замок-то? Просто цепочка какая-то. Здесь, возможно, есть что-то важное, если меня привели сюда. Ну, атмосфера вообще супер. Единственное, в стиме, конечно, жалуются, что игра коротковата. Хотелось бы подольше, пацаны говорят. Смит, 1932. Так, направо или налево? А, направо у нас Тейлор, 1940. Это, видимо, какие-то фамильные склепы, типа того. Тейлор и там Смиты. А изгнать демона как? Нам заклинание почитать какое-то? Джонс. Не понимаю, это под кладбищем такая система катакомб каких-то? Так, Робертс. Кто-то потерял. Ты кто такой? Потерял кто-то. Джонсон. Ну, я правильно понимаю, что я не пройду? Да, я не пройду. Что такое? Повозки какие-то. Вильямс? Вильямс или Брайтон? Самый младший ребенок семьи Вильямс или Брайтон. А на записке написано Вильямс или Паррингтон. Самый младший ребенок между книгами и этими телами. Вильямс или Паррингтон между книгами и телами. Чего? Подожди, а почему в описании записки Вильямс или Брайтон и Вильямс или Паррингтон написано? Между книгами и телами. Что такое? Роттин, я не знаю. Между чего-то там делающими какими-то там телами. Вильямс или Брайтон или Паррингтон. Это что имеется в виду? Мне что сделать надо? Вообще, это самая странная записка, которую я видела. Я ее смысла прям вообще не поняла. То есть я упираюсь в какой-то тупичок и у меня записка ни о чем мне не говорящая вообще. А, тьфу ты, проход есть. В каждом, в каждом засанном хорроре. В каждом хорроре я всегда пропускаю проход. Что у меня написано? Паррингтон или Вильямс самый младший ребенок. А мне откуда знать-то, где у вас там самый младший-то? Ты младший самый или ты? Какой-то костер тут сжег. Вот кладбище надо от бомжей защищать. Приходят тут костры пожечь. Самый младший ребенок. Может, мне что-то нужно найти? Возможно, я это даже не смогу пропустить. Я тыкаю на каждый момент. Ой-ё. Что такое? А как-то навестись и взять это можно. Что-то. А, так мне надо могилки пооткрывать. А я на них тыкаю. Я не знала, что они тыкаются вот в этой части. Опа. Ключ. Всё, у меня есть ключ. Где книги? Всё, я поняла тогда, о чём была записка. А здесь можно тоже пооткрывать это всё? Кто бы знал, что взаимодействие с гробами вот здесь. Чё там? Одеяло какое-то? Понятно. Вообще, в каждом хорроре я пропускаю какой-нибудь такой проход. То есть, всё, я смотрела, мне казалось, всё. Вот этот тупик. Я направо, налево не смотрю. Ну, точнее, налево я смотрю, направо никогда не смотрю. Не знаю, почему. А как пройти? Битвинбукс. Это мы уже собрали. Ключ есть. Ключ есть. Вопрос, куда? Ага. Надо протыкивать и искать, где взаимодействие у нас. А кто зажёг эти все свечи? Кто-то сегодня был здесь? А нафига я сюда прошла? Ну, чё такое? Топор? Возьми топор. Топор для железа. Добавлен в инвентарь. Топор для железа. Чё? Чувак вы... А, это очки или монеты? У кого-то есть традиция класть покойникам монеты. Ради отца и сына и святого духа. Элиас, пока демон захватил твоё тело и душу в этом переходном мире, с сегодняшнего дня ты будешь мирно отдыхать в вечном сне, потому что милостивый Господь сохранил тебя, уберёг тебя... Потому что милостивый Господь уберёг тебя от демона. Элиас, позволь Богу простить твои грехи и сохранить, и поместить твою душу в покой. Ну, или типа того. Пасышкалка откуда появилась? Покинь могилу написано. Это, может быть, это было заклинание, кстати. Ну, не то, что заклинание, молитва такая, чтобы демона изгнать. Вот это вопрос. Рассказали бы хотя бы. Это что-то новое. А лестницы вообще не было, мы же заходили через двери. Возвращайся в секьюрити-рум, прикинь. А, мы вылезли как раз вот с этого места, в которое я хотела зайти. Офигеть. Знаешь, такое ощущение, что это какой-то страшный сон, и он никак не заканчивается. Я слышу плач с этого направления. Нужно пойти проверить. Няня, что ли? Про которого записки было. Нан или Нан. Ну, Нан это няня. Или монашка. И это было не очень. Но другой скример напугал меня больше. Почему-то, я не знаю, почему. Так, заходим с главным входом. Возможно, этот скример был слишком очевидным. Вот этот не был очевидным. Капец, в самый конец идти. Так, ну давай щекать. Опять тачка. А это что тут делают? Его же выгнали вроде. И этот здесь стоит. Это как? Ты что здесь делаешь? Ты не должен был быть здесь. В смысле? У нас же ворота даже закрыты. Кто сигналку-то починил? О! Здорово! Вот это самый криповый момент. Увидимся в аду. Дьявол не сгорает. А, то есть то, что я сделала в катакомбах не помогло. Покинь эту зону. Да? И как? Ну как они мне дверь перевернули, в смысле? Пацаны мне дверь перевернули. А, через окно. Хорошо. Это подожди. Это был тот, который под кладбищем. Который горел. Где я? Я умер. Я умер. Я умер. Что такое? Фонарика нет в инвентаре. Хотела фонарик включить. Ага, включила. Фонарик. Фонарик. Офигеть, сколько людей. Кассетка какая-то, кассетка. Ну, сигнал. Давай, вставь кассету. Вставь кассету в девайс и проиграй ее. А где девайс-то? А, вот он, видик. Видик. Play. Play. Здравствуйте, дорогие зрители. Это история о кладбище. В первую ночь он понял, что на кладбище есть какие-то духи. Какой-то демон похоронен здесь и терзал души людей. Но он... Но он не знал то, что духов нельзя увидеть. Смерть единственное наказание для этого смотрителя кладбища. Это было очень быстро, а субтитры можно было. А? Ещё что-то? Hello, dear viewers. Today's true story is about... Не смотри наверх. Реально, а чё? Кто-то проснулся на полу. А, уже утро? Ой. Ой. Всё нормально. Так и не поняла, мы смогли демона победить-то или нет? О-о-о-о, мужик пришёл. Пацаны спят нормально всё. Тела на своих местах. И нет никаких следов ночного кошмара. Не знаю, может быть это место раскрывает правду только по ночам. А днём типа делает вид, что всё нормально. Как там выйти-то, я забыла уже. А, вон выход. Ну и как прошла твоя первая ночь охранникам этого кладбища? Я думаю, ты согласишься, то, что охранять это место... Охрана этого места как-то там поднимает дух или что-то типа того. Game saved. Это моя тачка? Это мне работа, моя должна была понравиться, да? Это Need for Speed. Need for Speed Graveyard. Новая часть просто вышла. Все, что я поняла с этой историей, то, что демон там лютует и не даёт покоя душам на этом кладбище, и мы должны были его уничтожить, иначе эти души нам сказали, иначе мы уничтожим тебя. Это всё, что я поняла, оно получилось у нас или нет, непонятно. Можно повернуться? Нет? Надеюсь, не забанят за эту музыку, да? Кто там сверху? Видели, что мужик был сверху? Я управляю или нет? Вот и на самом деле страшная ситуация. Продолжение следует... Это получается, что эти духи людей меня преследуют теперь? Теперь. Продолжение следует... Ну что, друзья, вот на этом и закончилась эта игра. В конце я так поняла, что нас начал преследовать этот демон, которого мы пытались сжечь в катакомбах под этим кладбищем. Видимо, речь идет о том, что это место не отпускает людей, которые здесь собрались работать и очень долго находиться. Я соглашусь с отзывами в стиме, что в этой игре хорошо все, мне понравилась тематика, как все нарисовано, красиво выглядит. Есть и диалоги, есть озвучка, есть какие-то записки, какая-то история. Но при этом игра, конечно, коротковата и хотелось бы подлиннее. Прикольная игра, я надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить, и мы с вами очень скоро встретимся в новых видео. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока.